Дорогие мои друзья, дорогие мои подписчики и гости канала, добро вам, говорю, пожаловать на канал. И сегодня мы с вами поговорим о том, что ж у меня на данный момент, на каком этапе вязальных процессов. Это я расскажу вам, как же я продвинулась, удалось ли мне что-либо довязать или нет. И отвечу на все вопросы, которые возникали в предыдущих видео, вы мои дорогие зрители. На все вопросы, конечно же, я отвечаю в комментариях обязательно, но и некоторые выношу на всеобщие обсуждения для того, чтобы... Это такие вопросы мастер-классов касаются, либо еще каких-то нюансов. Так что начнем, приступим. Итак, начну я сегодня со своей сумочки. Ну что ж, спасибо вам огромное за ваши советы. Все, кто писали мне комментарии, как лично, так и под видео, за это я вам говорю спасибо. Ко мне идет помощник. Том, тебя здесь еще только не хватало. Вот. С ручками я определилась. Говорю сразу, это будут вязаные ручки. В принципе, по идее, мне должно хватить пряжи, потому что я уже, в принципе, присоединила третий моток. Где я его присоединила, я, честно, не помню. Не даже помню. У меня где-то была тут нитка. Вот он. Вот я только присоединила, провязала ряд и пошла вязать второй ряд. Вот нитка. Умастился. Умастился таки, конечно же. Вот. И вяжу, это с нашей игры, да, так и стало, маркируетчики, я его так и не сняла. Вот. Ручки я уже придумала, какие я буду вязать. И даже, по-моему, у меня есть идея, я сегодня полезу в свои запасы, посмотрю. Сейчас я сумки еще отвяжу примерно на рядов пять, возможно, шесть. И тогда отсоединю нить, отрежу и перейду на ручки. Отвяжу ручки, нужной мне длины. Я понимаю, что оно тебе мешает, но я либо придется тебе встать, а не мне. Отпихивать не надо лапами. Вот. Я отвяжу ручки, нужной мне длины, чтобы они мне были комфортные. И тогда, конечно же, когда уже ручки будут готовы, я, возможно, довяжу их сюда. Ручки я буду, я сначала хотела отсюда начинать, с кончиками вывязывать ручку, но потом передумала, и на это есть причина. Чего, чтобы... Туам! Пожалуйста! На это есть причина, чтобы развязать пряжу в ноль. Я не вижу смысла оставлять хоть какие-либо кончики. Поэтому вот такой у меня... Кстати, на моток один, я вам даже сейчас скажу, у меня, кстати, возможно, и не пять-шесть рядов я буду вязать, потому что у меня раз, два, три, четыре, пять... Шесть рядов отвязаны одним мотком. Ну, друзья, тогда мне меньше надо, наверное, ряда... Три, два... В общем, посмотрим, сколько я еще отвяжу. Об этом я расскажу в следующем видео, когда уже... Потому что я вяжу эту сумку по наитию. И был вопрос относительно мастер-класса. Будет ли мастер-класс по сумке? По петельному мастер-классу, конечно, я вряд ли смогу создать уже. Хотя я думала, я возьму просто обычный акрил, который у меня есть в запасах старый, и попробую показать, как вязать овал на нем. Ну, просто меньшего размера, а вы уж будете подстраивать размеры под себя. Я вам расскажу, сколько у меня набрано. Скорее всего, я такое сделаю мини-описание, мастер-класс. А, возможно, я передумаю, куплю себе пряжу, и мы вместе с вами свяжем вторую для меня сумку пляжную. Хотя не вижу смысла, честно говоря, у меня вторая сумка. Скорее всего, вот так вот я сделаю. Если вам устраивает, конечно же, я все постараюсь рассказать. Узор легкий, очень простой. Поэтому, в принципе, здесь под силу вязать новичку. Вот, видите, вот он, вот эта часть. Вот она уже перешла в узор. Том, я понимаю, что тебе хочется это погрызть, но не нужно. Так, следующий мой процесс. Я вчера вечером весь вечер старалась его закончить, но так-то мой быть. Я в прошлый раз еще сказала, что, скорее всего, мои процессы не будут закончены. Так, если вы впервые, я напомню, что это моя футболка из пряжи, из полухлопка немецкого, которую мне присовала Леночка Гребер. За это ей огромнейшее спасибо, потому что такая пряжа восхитительная просто. Вот, видите, здесь у меня ниточка затянулась, но я потом подтяну, я не знаю, что я здесь делаю, потому что здесь ничего непонятного, видите. Вот, вы ее потяну, и будет все замечательно. Здрасте, ну хватит уже. Вот, где я? Вот эта вот полоса, если вы помните, в прошлый раз она... Пожалуйста, иди похудай. Извините. То, что пришлось отвлечься. Вот эта полоса, она вот, была тут буквально пару рядов, она большая, вот тут уже более 30 рядов я просчитывала вчера, мне было интересно, если бы здесь было 37, то мы здесь более 30, но я думаю, тут еще ряда 3-4 будет. Вот остаток этого цвета, я для себя вытянула его, да, еще он, еще он, и внутри еще он есть, и... А вот, все, нашла. Вот, и вот у меня остается вот эта часть, и тут где-то примерно тоже, наверное, рядов 40 будет. Замечательно. Я думаю, надо постараться, и, конечно же, на следующей неделе закончить эту футболку, но не сегодня. Вот такая вот у меня разочарование, конечно, я надеялась, что я хотя бы футболку закончу, но я вчера изо всех сил старалась, но даже этот цвет не довязала. Вот такая вот она, жара не дает вязать. Да плюс еще спицы тоненькие, троечка, конечно же, быстро очень не погонишь в моем ритме вязания. Но ничего, я закончу. Я сегодня тоже буду чередовать со своим платьем, и, наверное, закончу вот этот цвет. Вот этот цвет. А потом уже перейду на этот цвет, и уже там она быстрее. Дело пойдет. Я, как говорила, буду связывать это все в ноль. И с платьем та же история. Игоряня, подай мне, пожалуйста, сантиметр. А где? На диване он лежит. Ну что ж, это мое платье, и оно, конечно, тоже не завершено. 38 сантиметров здесь отвязано. Я только что буквально поставила на паузу и померила. 38 сантиметров отвязано, то есть мне еще примерно сантиметров 30 точно вязать нужно. Может быть, чуть меньше. Почему меньше? Потому что у меня здесь кокетка, она заниженная. То есть линия начинается более глубже проймы, да. Это было специально задумано, чтобы платье не облипало меня. Поэтому, скорее всего, и длину платья мне можно будет связать меньше. Пряжа у меня, конечно же, еще есть. Я вяжу, потому что она есть. В принципе, я подвязала неплохо. Если я не ошибаюсь, в прошлый раз у меня была... Я здесь, кстати, маркер в прошлый раз забыл, по-моему, переставлял... О, я переставлял. Или нет? Я даже не помню, где он. С этой стороны нет? Я не знаю. Это маркер предыдущего раза. Кстати, не надо же было так довязать, да? До того же самого места я... Наверное, предыдущего. Потому что сейчас здесь мне показывает, что я отвязала 7 сантиметров. Ну, где-то так и было. Примерно плюс-минус. Прыгает. Я уже просто... В футболке я не переставляла маркер. Я точно это помню. А вот здесь я переставляла. Ну, давайте сюда поставим. Пусть будет... Он же нам не мешает. И заодно петлю будет держать, чтобы не убегали. Вот. Я переставлю. Очень, конечно, хочется быстрее. Но как есть, так и есть. Я же не на выставку вяжу. Я вяжу для своего удовольствия. Поэтому... Кстати, это вот изнанка. Есть, конечно, просветы не очень-то хорошие. Вот она, моя лицевая гладь. Вот так вот. Работаем. Друзья, на этой ноте я с вами буду прощаться. Еще пока лето. Вот так вот и вяжу. А в следующем своем видео я расскажу о планах на август. И еще кое-чего. А также очень надеюсь к следующему видео вас порадовать готовой работой. Как вы думаете, смогу или нет? Пишите свои версии в комментариях. А на этом говорю вам всем до скорых встреч. Всем пока. Помните, что вы у меня самые лучшие подписчики, зрители и гости моего канала. До скорых встреч. Скоро-скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok